Продолжение следует... Продолжение следует... Смерть при таких обстоятельствах всегда трагедия. Столько десятков погибших – это беспрецедентная трагедия за всю историю демократической Португалии. Пожары полыхают в субботы. Всего насчитали более 150 очагов возгорания. Причиной стала сильная жара в сочетании с грозами. Несколько дней температура держалась на отметке плюс 40, и, возможно, возгорание вызвало молния. Местные жители жалуются, что помощь пришла слишком поздно. Пожарные несколько часов не приезжали, пока горели их дома. В 11 вечера родственники переполошились. Пламя. Вещи были в огне. Я вернулся и увидел, что всё сгорело. Пламя охватило всё. Вон оттуда и досюда. Валил дым, и это было похоже на ад. Мы вообще не спали. И сегодня, похоже, будет то же самое, потому что мы не можем попасть в наши дома. В поддержку пожарным направили военных. Также оказывают помощь Испания, Франция и Германия. Готов помочь тяжёлой техникой Евросоюз. Тушению мешают сильные порывы ветра. Несмотря на пожары, в Португалию продолжают приезжать туристы. «Нам, туристам, не нужно ехать в тот район. Конечно, задаёшься вопросом, есть ли у них достаточно ресурсов для борьбы с огнём или помогут ли им другие страны. Здесь, в Лиссабоне, опасности не чувствуется». «Думаю, мы все переживаем, когда что-то происходит и когда гибнут люди. Это большая трагедия». Как сообщается, к настоящему времени большинство пожаров уже потушено. Активных осталось около 10. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, каким образом будут рассчитывать пенсии, которые вырастут с 1 октября. Размер пенсии будет равен произведению средней зарплаты за последние три года, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента страхового стажа. В частности, в правительстве говорят, что работник госслужбы со стажем в 32 года, получавший пенсию с 2008 года в размере 1700 гривен, с октября будет получать 2300 гривен. «Металлург» со стажем в 27 лет и получающий сейчас пенсию в размере 1600 гривен будет получать 2500 гривен. Вот уже 12 лет в Китае восстанавливают один из участков Великой Китайской стены – Цзянькоу. Люди активно прибегают к помощи мулов. Им предстоит поднять ножу к тому месту, где ведут реставрационные работы. Длиной участок стены всего 1000 метров, но известен своими крутыми подъемами и обрывами. Местный рабочий Цао говорит, что горы здесь очень высокие. Доставить наверх кирпичи могут только мулы. «Здесь большая высота – это самая опасная часть стены. Туда взбираться тяжело. Вот почему мы нагружаем на них не очень много кирпичей». Восстановление начали в 2005 году, но работа продвигается медленно. Когда, возможно, используют кирпичи, которые отвалились от стены. В остальных случаях стройматериалы новые. Инженер Чен Юн Мяо говорит, что мулы могут поднять кирпичи только на определённую высоту. Дальше и они идти не в силах. Остальной отрезок пути проделывают уже люди. «Каждая отдельная часть стены находится в разной местности. Её длина и высота и крутизна обрыва разные. Поэтому самая сложная – доставка материала. В эту часть доставить кирпичи не могут даже мулы». Участок Цзянькоу построили при династии Мин в 17 веке. В переводе с китайского название означает «зарубка на конце стрелы». По сравнению с другими секциями, возведёнными 2000-летия назад, Цзянькоу, можно сказать, совсем новая. Реставрацию ведут и на других участках. Но не всегда ею остаются довольны люди. Так в провинции Ляонин власти разрушили зубчатые стены и залили всё цементом. В результате стена стала походить на тротуар. После посыпавшейся критики власти сказали, что расследуют все реставрационные работы, которые провели некачественно. Что касается участка Цзянькоу, то здесь рабочие пользуются только самыми элементарными инструментами и делают кирпичи по строгим правилам.